Вы, Игорь Отца и Сына и Святого Духа. Иван Дерек Матфея, 20 глава, 22 стих. Иисус сказал в ответ, Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. И далее стих. И говорите им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано от сон моим. Вот спросите, вы чего просили? А ведь думали, что восстановление царства израильского здесь, на земле. Они до конца так и думали, что пришел освободитель, люди за ним пойдут, ну и переворот будет, римлян отсюда выгоним, и свои евреи будут на должностях везде. Вот сегодня, если бы человек показал какие-то таланты, и стал бы баллотироваться на депутата, а там избирает на губернатора, да мало того на президента, и подавали некоторые, и при том, вот допустим, в Испании, человек должен иметь два высших образования и военная академия, а за три высших образования. Но они думали, что должность короля, она недопустима. Но когда пранка умер, и сразу пошли из банки, оказалось, 400 человек в стране претендуют на это место. И образование у них все есть. Но там другая история. Мы стали искать родословные, говорят, то другое. Они просят, и Господь говорит, не знаете, чего просите. Давайте мы проверим себя, мы знаем, чего мы просим инвалидами. Я 20 мест хочу прочитать, так что батюшки нет, время это все равно наше здесь. И мы проверим себя, просили мы там или нет. Простите и получите написано, все, чего не попросите. Вот я просил бы, а не получилось. А теперь дальше говорит, за все благодарите. Это 5 глава, 17, там стих, писал Никитин, первое послание. За все благодарите, да будет воля твоя, но не моя. Вот корень-то где весь. Вот в моей биографии неоднократно было. Я просил, просто еще и вангель в руках не имел, но верующий был. Я знал, что Бог есть. Куда я голову толкал? Объявили помогать Алжиру. А там нужны легионеры. И в армии сказали, добровольцы могут сейчас перевод сделать. И я пошел туда. Легионеры, воевать в Африке. Зачем? Улучшить французский язык. Ну что в голове там? Микина одна. Идти там, а там-то охраняют. Там-то свою родину люди защищают. И вот сегодня мне одна мать пишет. Помолитесь, я скажу даже, как звать его, вы не знаете. Александр. Один курс отучился, бросил в университет. Я хочу воевать. И они сейчас не знают, что с ним делать. Но мы немножко знакомы. И она просила, я скажу, я в храме скажу, мы помолимся. Александр, чтобы он сам вышел на меня. И сказать, что дальше-то будет? Где ты думаешь быть дальше? Тринадцатая глава, десятый стих откровения говорит так. Кто ведет в плен, сам пойдет в плен. Кто убивает мечом, тому надлежит быть убитым мечом. Здесь терпение и вверх святых. Тут все распределено у Бога. А как же мы смотрим, вот у нас икона Анпима Некомедийского. Это единственный человек, который всю общину возвел на небо. У нас тут девять человек сегодня в храме. Что спрашивают-то? Ну девять-то это трижды три. Мы скажем, каждый из-за троицы. Но здесь-то у него тридцать две тысячи приход был. И всех давно возвел на небо, как сожгли. И ни один не вышел из храма. Ну это дважды было. Двадцать тысяч и потом там двенадцать. Даже сказать страшно. Ну он-то мог. Он спасся. Но когда воины пришли искать, он их пригласил к себе и накормил. Он сильно понравился им. Сказали, вы его знаете? Я говорю, знаю, он недалеко от вас. А сам их ведет домой. А потом говорит, это я. И они побоялись его взять и сказали, мы отпускаем тебя. Ты спрячься меня. А мы скажем, что не нашли. Он говорит, нет. Ну и пошел. Хотя Господь говорит, бьют в одном городе, бегите в другой. Итак, 24 глава, 42 стих. Здесь же, в Макфея. Не знаете, чего просите. Мы сейчас посмотрим некоторые моменты. И скажем, я тоже это делал. Я просил. Хорошо, что я не слышу. Я понимаю это дело. Но совсем не все зрение целое. Все от Бога. Сколько людей, которые вообще глухонемые. Вот она рядом стоит. Сколько, которые родились слепыми. А я все-таки вижу. Я корову от человека еще отвечаю. Ну и что. И дальше читаем. Итак, бодрствуйте. Потому что не знаете, в который час Господь наш приедет. И не знаем, когда уберем. Самый главный вопрос в нашей жизни. Когда я умру? То есть отойдусь из этой жизни. В дороге это будет где-то. Или как. Так нечаянно поскользнулся, упал. И все. Первый человек, который ступил на Луну. Был Нейл. Армстрой. Ну это Нил. По-нашему. Первый человек на Луне. Он самый трудолюбовый был. Почему его избрали? А там еще астронавты их называли. Не космонавты. Ну работаем 8 часов. Готовимся. Тренируемся. А он один остается. Он один, кажется, 24 часа. Не знаем, когда он спит. Он все разные речейки смотрел. А если вот так будет. А если внезапно не такая почва на Луне. Так и получилось. Его туда направили. Когда Модур стал садиться. Уже совсем рядом. Он видит. Там булыжники. Огромные булыжники. Сдох. Там опрокинет его. На чем он сядет. Ему никогда не взлететь. И он успел сделать десятки движений. Чтобы остановить. Сдвинуться на сколько в сторону и посадить. Не знаете, чего просите. И здесь не знаете ни часа, ни дня. Мы видим в жизни. Этот человек потерял все. В ванной комнате дома. Упал и мозжечек повредил. И не может ходить теперь вот так вот. На Луне ходил. Все люди видели. А дома, в ванной. Потерял почти жизнь. Как все сокрыто-то от нас. Не знаете, что будет. Смотри. Чтобы сонные наши не повалились. Повредение можно во сне получить. Далее. Лука 9, 55. Видите, я не вижу. Мне удобно считают. Когда вы. Даже это лучше. Что мало ли, что я скажу. А здесь человек, он не знает даже. Я сейчас только знакомлюсь с этим. Но он, обратившись к ним, запретил им. И сказал. Не знаете, какого вы духа. Даже духа не знали какого. Когда их не приняли где-то. Да мы идем. Они не знали, что он Господь и Бог. Второе лицо Троицы. Они знали, что это пришел обещанный Мессия. И где-то не приняли дорогой. И сразу. А как Илья-то сжег-то там. Ты скажи сейчас, Господи. Мы их полим здесь. Огнеметом как ударим полим. Не знаете, какого вы духа. Есть протезики. О чем молиться? Ну, нас Господь научил. Мне положил Господь на сердце. Но если кто хочет. В любое время ночи. Ну, там сейчас ночи. И до утра. Хоть на три минуты. Хоть на одну минуту. Выйди на улицу и помолись о потеряне. И помолись о тех людях. Особенно, которые против. Которые хотели бы сделать какое-то нехорошее дело. Моли-то. У нас другого оружия нет. А они еще злее будут. Это нас уже не касается. Мы покажем. Господи, проси им все. Господи, благослови их. Господи, дай им смирение всех. Ведь они приехали на готовое. Сколько всего получили. Как сатана насмеялся над ними. Помоги им, Господи, встать. Как только крикнут на меня. Они откуда берутся. Сколько тучи на меня все собираются. Все родственники. А я что могу сказать? Молиться. Это не только здесь. В разных местах. В городе. Немного пришлось ездить. Врагов настроить ничего не стоит. Я никогда не забуду, как меня потеряли. Я уехал. А власти потеряли. Я в метро в Москве съезжаю. И там кричат. А искали по всем городам меня в это время. Он ездит эскалатором внизу. Там его хватает в милиции. Вот как было. Как вы по крышам домов в одном месте убегали. Что было? Не знаете, какого духа. Где вы будете? Далее. Евангелие от Иоанна 4.22. Не знаете. Хорошо, что не знаю. А так как жил-то? Все ближе к смерти. А так. Я даже в другой раз не знаю. Мне 74 или 84. Что-то никак. Я не войду. Говорит. Это мы можем любым сектантам сказать. Они не знают, к чему кланяются. Вот в Японии там знают. У них сразу учат. Вот это у них дорожка одна называется. По ней может ходить только император. И перед ним кланяются. Так он падает, распростирает там руки. Если это мэр города, перед ним поклон такой, чтобы рукой застать. Там учат все время. Чтобы куклу научиться. Она как живая ходит. Он 30 лет учится. Отдельно руками, пальцами. Не догадаешься, что это кукла. Это японцы. У них ничего нет. Нет там ни жемчуга, ни епты. Ничего нет. Они говорят, у нас есть серое вещество. Мы будем его разрабатывать. У нас все будет. Вот ответ. Нам нужно оттуда взять пример. Не знаете, чему укладываемся. Где бы мы здоровались. Во имя Христа я признаю. Когда у меня были близкие отношения в Барнауле с прокурором. Край это генерал-лейтенант. А дальше мэр города приехал отдавать местность. 13 соток и 2 здания. 11 лет шел в суд. Я его выиграл. Они мне должны были 11 миллиардов. Когда я был реабилитирован. Ну и мы по рукам ударили. Даже обнялись и поцеловались. А он был партнерным. На меня и напали на улицу. С коммунистами целуемся-то. Я говорю, они уже другие. Другие. Он входил в десятку лучших мэров России. А я считал, он лучший и в десятке был. И на фотографии мы с ним целуемся. А теперь где ему памятная доска. Мы два же там ходим. К мосту. Сестрой нашей. Львов Николаевна. И молимся о его покоении. Вот как Бог сделал. Дальше. Яков. Так, я вам прочитали. 11.49. Один же из них, нектор Каиафа, будучи на тот год пересвященником, сказал им. Вы ничего не знаете. Что дальше? И не подумайте, что лучше нам, чтобы водитель умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Видите как? И сказал это, будучи на тот год пересвященником. На законе первосвященник, но против Христа шел. И сказал мне от себя, а через него Дух Божий сказал. Не подумайте об этом. И мы многого не знаем. Что лучше? В данный момент. Вот на конкретно, на сегодня, самый лучший вариант какой? Вот я думал там быть. Я прямо уже получил приглашение в Англию. Мы уже проехали всю Европу туда. Москва останавливает. Почему? Потом стало открываться. Масоны Англии были против, чтобы я приезжал. Это на высоком уровне. Как? Не как сказали там число указано не то или что-то, я даже не знаю. Там приглашение. А приглашение было. Люди были очень расположены. Я такого не встречал никогда. В населенская поездка и в Англии. И стоят баптисты с ребятишками. Кланяются и молятся за нас, чтобы было успешное наше путешествие. Такого больше никогда не было. Они баптисты не крестятся крестным знамением. Тем более рядом дети. И все это выставили. И мы видим. Находясь где-то, я не знаю, во Франции или где. И мы это увидели. Вот как. Яков 4.4. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак. Кто хочет быть другом миру, то становится врагом Богу. Другом. Не просто хорошее отношение, а другом. Другом, потому что у нас все одинаковые. Это дни рождения и все прочее. Не знаете. А что становится врагом Богу? Да я на работе, чтобы было все хорошо. Они собирают на день рождения. И я тоже. И меня отметят. Отметят. Как? Вот 8 марта. 8 марта это самый развратный день. Теперь уже понятно. Тысячи, может миллионы потеряли деятельность. Никак нельзя дружить с ними в этом вопросе. Мы можем свидетельствовать. Не знаете. Еще раз узнали. И там не знаем мы, и здесь не знаем. 4.14. Якова. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Пар. У тебя из кастрюльки пар идет. Ты стой на моя жизнь. Проповедь прям на плите у тебя идет. Пар. Поднимаются и нигде уже нет. Дым еще далеко идет. А пар нет. Все. Отпарилось. Не знаете, чего ищите и чем закончите. И как мы будем выглядеть уже через год. Там уже взять нечего, мы вместе с тряпками сгнили. Не знаете. А говорите, я пойду в какой-то город. Я там буду то-то делать. Я тут построю что-то. Не знаете. Римлянам 6-3. Вот сколько моментов находится, где не знаем. Что лучше делать? Тут у нас братья как-то чеснок посадили. Там целое. Ага, огород. Ну, согласились, борьем. Все как надо. Снега нет. Нет снега. Все вывозно. Ничего нет. А как надо знать? Знать. Но мы не имеем это связи с тем, кто знает. Год будет дождливый или не дождливый. Что дождливый, значит, что-то надо где-то, можно на возвышенности посеять. А если не будет, все повыгорит. Посеивать. Даже что потратил не вернешь. Дальше. 6-16. Неужели не знаете, что все вы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Как только мы приняли крещение, мы мертвы. Смерть. Мы умрили для мира, и мир для нас. И на этот мир мы должны смотреть только так. Определенно и четко. Есть у тебя Сын. Определи его. Кем он будет работать? Вот сам посмотри. Я знаю, что тут сестра однажды задала вопрос. Как сделать, чтобы наши дети там в деревне остались? Если дочь, на идее такого мужа, чтобы он был верующий, а не просто потерянная. Значит, ты приобретешь сына, взятие. А если он не верующий, ты и дочь потерял, и все остальное. Не знаете этого? Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти, или послушания к праведности? Вот вопрос. Чьи мы? Как? Как относимся к этому субботнему дню? У нас некоторые через дорогу живут и не могут прийти. А если придут, половина проспят здесь. Я сколько ни кричу, а все бесполезно. Почему? Вы знаете, ответ один. Была встреча с Богом или нет? Вот в этом все. Если этой встречи не было, тысячи причин будет. А ты одну причину оставь. Если Господь благословит, я продолжу эту, тема большая, завтра, но только уже с другой стороны. Со стороны суда Божия. Первая Коринфия 3.16 прочитал? Нет, я еще не читал. Давай, Первая Коринфия 3.16. Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Разве не знаете, что вы храм Божий и Дух Божий живет в вас? Дух Божий, для Духа Божия. Вот кто мы такие. Дальше 5.6. Первая Коринфия. Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Это значит, с грешником познался. У нас тут были такие. Приедут кто-то откуда-то, там неверующие, бегают перед ними. А батюшка говорит, приедут из города даже и не поздороваются. Поехал тоже не нужно. Дальше 6.2.3. Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Ни тем, ни более дела житейские. У меня когда суд был, с теми, кто много зла делали, а судья оказался мусульманин. И он говорит, вы же христиане, а как же вы судитесь-то друг с другом? Так это было интересно слышать. Я говорю, ну вот видите, что делается. Это была компания, очень мощная такая, разные газеты про меня писали, нарисовали. Стоит демон рогатый, в руках у него плеть, а вверху написано «Община Игнатия». Ну то есть они все грани перешли. И оказалось, там задействована была организация другого государства, и они получали за это. Я приехал, сказал, вы опровержение дайте, все. Наконец-то его прихлопнули, вот такие заголовки, статьи были. Ну и пришлось подать в суд. Они неверующие, поэтому с неверующими мы можем судиться, а то редко говорится о братьях-то. И кончилось, чем кое-как узнал, кто писал статьи. Лучший журналист. Его имя до него и упомянуто здесь. Я сказал, вы статью-то написали, а еще не соответствовали, что у меня дети в лагере спят, мальчики с девочками. Ну такую муть, а он и не написал. Буквально через день нашли его убитым. Другой там что-то был профессор, профессор там на каком уровне? Да ему в подъезде ножами изрезали весь зад. Там еще кто-то, высокая организация такая, такой разгром. Мне говорят прокуратуру, что это такое? Я не знаю, я сижу дома, я только молюсь. И все разбежали, с кого надо судить, они в городе не могут найти. Вот так Бог сделал. Я иду на вокзале, знакомый человек под перрон уходит, поздоровался. Главное, величай Тихонович. Был в лагере. Я говорю, а что ты здесь? Так мне же Англия заказала статью против вас, масона. Я говорю, что не могу ничего написать, а деньги, видимо, дали. Дали деньги, а ничего нет, они умеют спрашивать. И вдруг он исчез, исчез, как будто не жил никогда. Писал такие прекрасные статьи, для слова Божия нету книги. Там хорошие статьи, там между звездами и нервом такие. Добрый человек, но поддался, видимо, на деньги. Не знаете ли, что с ними нельзя связываться? Ты отойди, наклони голову и скорее тобой, скорее, скорее. Как Феофан Затворник говорил, на базаре попал, глазами-то не хлопай. Скорее, скорее, ну-ну-ну-ну, скорее перескочи, да и чтобы его не было. Потому что между куплей и продажей торгается грех. А когда ты сам вырастил, за все продаешь-то, тут греха нету. А это спекуляция. Дальше. 6.19. Не знаете ли, что тела ваших, суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Вот, уже дальше не свои. И дальше 9.24. Не знаете ли, что бегущие на листалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Видите как, пост, молитва, бдение, милостыня, все. Многие, аресталище это стадион, бегут-то многие, а награду не было. Второе, третье место не было, первое. И все. И так бегите, бегите, то есть трудитесь на полную, сколько Бог дал сил. А я не знаю, я тоже не знаю. Нынче мне подкосило, никогда не было болезни. 5, а потом оказалось 6 болезней на меня напали одновременно. Тут по поясу, поясало какими-то паурункулами. Все это ушло. Две прямо смертельные болезни, говорит, летальный исход. И это отошло. Почему? До тысячи, если не больше, не миллиона людей молятся. И Господь, видимо, принял молитвы. Все еще толкусят здесь. Второе к Коринфянам, 13.5. Испытывайте самих себя, верю ли вы, самих себя исследуете. Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас. Разве только вы не то, чем должны быть. Все оказалось, никакого Христа нету, ненависть, прощения нету. Я могу тебя засудить, я то, другое. У меня сколько раз в жизни верующие делали это. И кем? Полная трагедия закончилась. Рождается ребенок уродом, там еще хуже. Почему? Ну, перед Богом все. Что ты сеешь, что и пожнешь. Я прошу припомнить это дома. Если Господь благословит завтра, я хочу это немножко, тему эту уплотить. Как мы не можем проповедовать. Почему? И при том, так проповедовать, чтобы души обращались. При том, доказательства, которые мы имеем, они неопровержимы. А то я еще скажу. А люди верят в эволюцию. В эволюцию. Да ты посмотри на только мурашей, на пчел, на шерча, на осу. Сколько всяких. Но во всем живом мире только пчела она дает мед. А теперь посмотри, прочитай про птиц. Это мы думаем. Ой, я стрижа видел. Стрижа ты видел на здании. Он не может с земли слететь. У него скорость до 120, кажется, километров в час. Даже горизонтально лететь. Сокол сапсан не может. А тот развивает скорость 320 километров. Даже считаешь. Ну 320, ты же понимаешь, что это. На земле-то не ездит никто. Даже чемпионы не ездят. А это... И у него здесь клапаны на клюве. Если воздух будет попадать, у него там все разорвется. Они сразу закрываются на эту скорость. Кто же ты ему так придумал? И когда считаешь, невероятно. Рыба одна большая, как короб, открывает рот, а сверху у нее удочка висит и лампочка горит. К лампочке они идут, она закрывает рот, сами пришли. Другая из подъезда, рыба, видит она, она видит, через воду видит. Сидит там стрекоза или кто-то, и она, ну там преломление света идет. И она пускает в воду, тут с мокрыми крыльями падает, она его ез. Ну кто ее так научил-то? А там смотреть-то не на что. Ты, значит, а раскрои глаза и посмотри, как вокруг все дивно. 9.24. Нет, второе к Олимпинам. Римлян 1.22. Еще раз. Называя себя мудрыми, обезумели. Все? Все. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И птицам, и четвероногим, и присвыкающимся. Вот куда. То есть разуму нет на это, что это не Бог никакой. Первое к Олимпинам. 1.19.21. 1.19.21. Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец, где книжник, где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо, когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу в юродском проповеди спасти верующих. Интересно как. Когда вот перед собой когда-то началась, свобода, храмы открывать. И в газете была статья на меня. И говорит, он говорил вот это. Вот его теория оказалась правильной. Теория. Да не теория, это реальность. Оказалось правильной. Все открытое. Крещение как. И дальше. 3, 18, 19. Никто не обречает самого себя. Если кто из вас думает быть мудрым веки сием, тот будет безумным, чтобы быть мудрым. Вот как. Ибо мудрость мира сего есть безумие перед Богом. Как написано. Уловляет мудрых в лукавстве их. Какую должность дать сыну, дочери. Ну и все остальное. Только по писанию. По писанию нет. Многие сейчас детей не отдают в школу. Там научат самому нехорошему. Потерялся ребенок. Домой не вернулся. Поискали. А там большой щит. В этом школе. Зашли. Домой ребенок вышел. Они с ним что хотят сделать. И вот этот коробок закрыли. А ты считаешь, что это невероятность. Это мне уже следователь рассказывал. Дальше. Исайя 47.10. Ибо ты надеялась на злодейство твое. Говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знание твое, они сбили тебя с пути. О как. И ты говорила, сердце твое, я и никто кроме меня. Вот. Мудрость и знание сбили с пути. И Иеремия 8.8. Как вы говорите, мы мудры, и закон Господень у нас. А вот лживая трость кризников, и его превращают в ложь. Вот и все. То есть мы окружены тайнами. И кроме этого умышленно нас вводим в заблуждение. Там разные сообщения где-то. Ты тщательно проверяй это. Во свете бишь. Надо ли тебе это знать? Вот у нас интернетное сообщество, мы молимся. Вот слава Богу, из Потеряевки тут сестра приходит. Там еще и брат был невинный где-то. Но мы не знаем до конца все. Но уже принято решение, то что делается там военная операция, никогда нигде не выступать. Мы ничего не можем сказать. Я нашел эпиграф к этому событию. Меня брали интервью. Иеремия 48.10. Проклят, кто делал Господне, делает небрежно. И проклят, кто меч Господне удержит от крови. У меня заголовок называется «А мире для Украины молиться нельзя». То есть я могу говорить, да будет воля твоя. А почему? Они заразили буквально все у нас здесь. Оттуда, которые священники, гритые, крещения. Всяческие препятствия. Тут батюшка рассказывает, как у них архиерей был оттуда. Сделали купель, закрыть. Это дело Господне, Господне. Но вот теперь и выправляется. Все католикам передали. Я хотел тому сказать каждому, чтобы вы подумали, посмотрели, а это мне известно или нет. А как сделать лучше? А что говорит Писание? Однажды у нас был не диспут, а беседа с разными верами. А хозяйка-то в монастырях ездит, а ничего как будто не знает. Она не знает. А почему не знает? Потому что всю жизнь посвятила дом. У нее три сына, дочь, муж. И я оказался у ней на квартире. Пустая комната. Все комнаты пустые. А почему? Ей некогда было молиться. Муж прямо на операции. Легкой операцией. Мужа, говорит, зарезали. Сын в это время отбывает водонапорная башня. И она вверху колоколом идет. Ну и подняли на эту. Насыпана земля. Но не утолщенная. И шофер закрепами не взял. Люди идут с работы. А там двое. И один ее сын, Коля. И она пошагнулась и пошла. Пошла. А там же подняли высоко. Снимать доски с этой шайбы. Я как об асфальте. Сразу двое на том свете. Второй сын. Повесился. Дочь с вами сам замуж уехала в Болгарию. Все. Ты свободный. Теперь по монастырям. А я один там был. Как только ночь наступает. Там не только шорохи. А хождение по потолку. Я все рассказываю. Люди даже. Как так? У меня сестра была со мной. И все это было. И на меня там даже дьявол напал. Я в это время конспектировал. Впервые конспектировал трехтонник Златоуста. А вон в это время. Я не вижу. Я чувствую. Мне кажется волосы поднимаются. Холодно. Абдалла. Я сейчас нападу на тебя. Ты с ума сойдешь и ударишься в окно. Я знаю что делать. Я сразу на колени. И молюсь пока жар не обдаст. Ложись спать. Не выключай свет. Я тебе нападу. А я знаю. Надо делать напротив. Я сразу выключаю свет. И как. 47 секунд я уже уснул. И ангел меня посетил. Я на работе. А на работе там 3 километра от города. Прихожу домой. Ничего нет. Не заготовил. Один. А комнат 4 или 5 комнат. Большой пятистенный дом. А за ключ в сарае. Иду к сараю. Никакого следа нет. Никакого. Я зашел там ключ взять от дома. Ближу. Большая кружка так литровая. Комфот. Два ломтя хлеба. И еще дымится. Теплая. Как это может? Я один. Никого нету. Следа никакого нету. В сарае ниоткуда не зайти. Только это. Я принял как от ангела. Притом. Ну нужно учиться отобидеть. Я стою в очереди за билеты на Новосибирске. И подходит. Бабушка плачет. Деньги вытащили. Ехать нету. А сколько надо? Да 3 рубля. А у меня только 3. Я их вытащил. Отдал. Вышел из очереди. Ну еще денег-то нету. Думаю договорюсь с машинистом. Подошел. Карман взял. Тройка лежит на месте. Вот как Бог делает-то. То есть не знаем кто мы. И где нам Господь пошлет ангела, который на крыльях нас перенесет. Вот то, что сегодня я говорю, это для исследования. Знаем мы свой путь или нет. Не знаешь? Молись. Бог даст советник. И все как положено. И поэтому Израиль многого не знал, но пришли апостолы и возвестили радость всему миру. Спаситель пришел. Ждать теперь только иной придет, а то уже будет антихрист. Итак, мы христиане, притом православное, нам Бог открыл многое. Мы должны знать, как сегодня. Чаще причащайся. Нигде этого нет. А вот 4 поста, 4 поста готовимся. Так всегда было. Милостью Божией. Мы посчитали Слово Божие 20 мест, да благословит нас Господь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Аминь. Боже, милости буди ко мне грешным. Создал меня Господи. Аминь. Вечеслав Господь, если решите, мы проспеем. У-у-у. У-у-у.